Есть у меня немного фарша и кабачки. Вот если вам их нужно куда-то пристроить, если дома их уже не едят или вообще не едят, берите этот рецепт себе на заметку. Кроме того, что кабачки будут пристроены, вы еще и вкусный и сытный обед приготовите, который будет уплетать вся семья. Плохого не посоветую. Всем привет! Сразу же подписывайтесь, потому что у нас каждую неделю входят вкусные, интересные рецепты, и вам не придется думать над тем, чем накормить семью в ближайшие дни. Итак, немного фарша. Количество продуктов, как всегда, будет указано в описании под видео и в конце видео, поэтому смотрите до конца и заглядывайте в описание. Фарш можно использовать любой. У меня сегодня комбинированный свинина плюс говядина 50 на 50. Лук можно пропустить вместе с мясом через мясорубку, можно мелко порубить, а можно измельчить в кухонном процессоре. Мы с вами, кстати, готовим сочные аппетитные тефтели без грамма риса, но зато с кабачком. Я вот прям настоятельно рекомендую. Если не пробовали, обязательно приготовьте. Кабачок я буду натирать на мелкой терке. Кожуру снимать не буду. Если кабачок молоденький, у меня сегодня молоденький, если кабачок зрелый, то лучше ее, конечно же, снять. Натираю. Кабачок я отжимаю от лишней влаги, она нам не нужна. С морковью поступлю аналогично, после чего отправляю овощи в фарш. Сюда же добавляю соль. Можно добавить перец, я добавлю смесь перцев. Специи можете добавлять по своему вкусу. Можно еще сюда добавить сушеный чеснок, либо свежий, вот как я, пропустить через пресс. Яйцо кто-то не добавляет, я же буду добавлять. Добавляю. Все тщательно сейчас перемешаю, слегка отобью и дам фаршу постоять. Если вдруг так получится, что фарш у вас будет слегка жидким и не будет держать форму, можете добавить ложку панировочных сухарей и дать фаршу постоять минут 10-15 хотя бы. Формируйте в теле. Мне удобнее вот так. Столовой ложкой зачерпываю необходимое количество фарша. Делаю такой колобок и обваливаю в панировочных сухарях или в муке. Тут кому как нравится. Мне нравится больше в панировочных сухарях. Вот так. Придаем форму. И вот такие получаются у нас заготовочки. Просто. Нагрев происходит быстро. Меня часто спрашивают в комментариях, Наташа, поделитесь, какой посудой, какой техникой вы пользуетесь. Рассказываю сразу всем. Варочная панель у меня Гефест. Пользуюсь я ею уже несколько месяцев и для себя успела отметить достаточно много плюсов. В первую очередь безопасно. У нее есть автоматическое защитное отключение. Панель оснащена ограничителем времени работы каждой из конфорок. Если долгое время уровень нагрева конфорки не меняется, то панель отключается самостоятельно. И, конечно же, ее можно заблокировать на тот случай, если в доме есть дети, чтобы случайно никто ничего не нажал. Во-вторых, панель легка в использовании. У нее сенсорное управление. Тут, как видите, минимум кнопок. Тут разбирать не нужно сразу все понятно. В-третьих, есть таймер. Можно запрограммировать время работы конфорок и отключить их по истечении заданного времени. Вот, например, 5 минут. А двузонная конфорка, обладающая увеличенной мощностью, позволяет приготовить большие объемы ваших любимых блюд. И вот, кстати, что мне еще очень нравится, когда блюдо приготовлено и конфорки уже выключены, на панели горит индикатор остаточного тепла. И вот когда температура станет безопасной, тогда индикатор погаснет. Если вы сейчас тоже в поиске варочной панели, я для вас оставлю ссылку в описании для более подробного ознакомления. Ну а мы с вами готовим дальше, тем более, что сковорода у меня уже давно нагрелась до нужной температуры. Тептели обжариваем с двух сторон до румяного цвета. До готовности их доводить не нужно, просто подрумяним примерно по 4 минуты с каждой стороны. Далее на этой же сковороде буду готовить. Устанавливаю режим бустер, который позволяет быстро прогреть сковороду на максимальной мощности, а затем автоматически переключиться на нужный режим. У меня это будет шестерка. Осталось немного масла, в котором обжаривались тептели. Я сейчас слегка прогрею томатную пасту и вливаю в муку, разведенную водой, ну либо крахмал. И все это тщательно перемешиваю, чтобы получилась однородная масса. Сейчас можно подсолить по вкусу. Я еще добавлю смесь перцев и немного сахарку добавлю для баланса вкуса. Сейчас все это перемешаю и перекладываю в сковороду тептели. Обязательно убавляю огонь. Сковороду накрываю крышкой и тушу до готовности 20-25 минут. В конце приготовления добавляю лавровый лист. Пробую на вкус. Если нужно, то добавляю еще соль и сахар. Зелень тоже можно добавить в конце приготовления, но вот я этого делать не буду, потому что у нас тогда дети есть не будут. А вот кабачок они внутри не заметят. Зелень мы себе индивидуально в тарелочку посыпем. Ну что, у меня все готово. Подаем с любым гарниром. Можно гречка, макароны, можно по классике картофельное пюре. И вот у нас тогда получится вкусный, сытный обед. А при подаче можно посыпать зеленью, как я и говорила. Пойдем снимать пробу. Мой самый главный дегустатор. Самый любимый момент. Сегодня дружно с одной тарелочки. Как у нас частенько и бывает, да? Просто тают в рту. Зачетные тевтельки вообще. Просто супер. Нежные, сочные. Овощи полностью приготовились. А что там, кабачок, даже непонятно. Вкус просто потрясающий. Вот прям очень-очень нежные. И всего в меру. Подлив очень вкусный. Вкуснятина, да? Мы и без гарнира сегодня. Друзья мои, вот и добавить больше нечего. Я прям от души вам рекомендую. Обязательно приготовьте, если еще никогда не готовили. Даже если готовили и подзабыли. Готовьте с удовольствием. Пусть и вам будет так же вкусно, как и нам. Всем желаю приятного аппетита. И скоро увидимся.